Вы смотрите Факты Мнений. С вами Юлиана Шнайдер. Здравствуйте. Кубань в числе лидирующих регионов по количеству избирателей. Более 4 миллионов человек могут воспользоваться правом своего голоса. Сегодня о подготовке к единому дню голосования расскажет председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Я вас приветствую. Здравствуйте. Алексей Дмитриевич, стартовала предвыборная кампания 2018. Какая нагрузка, мне интересно, ложится на регионы страны? На любых выборах основная нагрузка ложится на организующие выборы комиссии. И прошлой осенью мы на себе это ощутили, когда организовали выборы депутатов. Сейчас выборы федеральные, организующие выборы комиссии. Это центральная избирательная комиссия. Но, тем не менее, избирательные комиссии субъектов несут достаточно большую долю ответственности за результаты организации работы. Все, наверное, неправильно будут перечислять пункты закона, поэтому я такие крупные блоки скажу. Во-первых, конечно же, мы должны организовать работу всей избирательной системы. Напомню, это 60 территориальных избирательных комиссий и 2784 участковых избирательных комиссий. Мы должны сделать, чтобы она работала в унисон. Во-вторых, конечно, начинается агитационная кампания и задача избирательной комиссии, края наших коллег, чтобы агитация проходила исключительно на равных условиях и исключительно в рамках закона. Ну, наверное, третий такой большой блок – это непосредственно сама подготовка к голосованию. Сейчас мы вместе с коллегами правоохранительных органов, муниципальных образований готовим помещения, проверяем их освещенность, их отопление. Главное, конечно, это безопасность. Конечно, готовим избирательную документацию, которая будет использоваться на всех избирательных участках. Вот это, наверное, основной блок. Этим мы и занимаемся, мы и мои коллеги в избирательной комиссии, крайне же стоящей комиссии. А предстоящие выборы будут чем-то отличаться от предыдущих, допустим, осенних? Ну, я понимаю, что значение, конечно, да. А вообще об организации? Если сравнивать с президентскими прошлыми, то изменения существенные, кардинальные, порой даже революционные. Но если сравнивать с предыдущими выборами осенними, то уже очень многие новшества мы попробовали в избирательном цикле в прошлом. И даже, наверное, скажу, что вот край в неком таком, даже в хорошем смысле, перереглированном положении другим субъектам, потому что мы многие уже попробовали, пощупали и применили. Но вот если так вот по нескольким пунктам, конечно же, это новый порядок голосования по местонахождению. Каждый может выбрать участок, который удобен, и проголосовать там, где он будет находиться в день голосования. Не могу не отметить прорывной характер и врывание, скажем, компьютерных технологий в избирательный процесс. Вот эти заявления, о которых я говорил, заполняются в компьютерном виде, никаких бумаг заполнять не нужно. Подсчет голосов на избирательных участках, компьютерный вид, составление так называемых QR-кодов и протоколов с QR-кодами. Заявление о голосовании на дому по местонахождению можно подать, не выходя из дома, через портал госуслуг. Мы примем его, обработаем и тоже сделаем все, чтобы было максимально удобно избирателю. Вся система подсчета голосов автоматизирована, и это все, конечно же, скажется и на скорости, и на открытости, и на прозрачности выборов. Вот, наверное, скажу, не изменилось одно. Избиратель должен прийти на избирательный участок, взять с собой паспорт и отдать свой голос на выборах, тем более таких знаковых, как выборы главы государства. Ну а теперь, конечно же, о тех реабилитационных изменениях, о которых вы сказали раньше. Реабилитационные изменения предполагают то, что наши граждане избавляются от оков, от таких многолетних, и жесткой привязки к своей приписке. Очень много ситуаций, когда избиратель в день голосования будет находиться в другом месте. И это связывало по рукам и ногам, и не давало проголосовать огромное количество избирателей на выборах федеральных, региональных и местных. Ситуация кардинальным образом изменилась в прошлом году, и сейчас можно голосовать там, где удобно. Еще раз скажу кратко суть. Я знаю, что буду находиться в каком-то другом точке Н, или уже нахожусь там. Мне нужно подать соответствующее заявление для того, чтобы выбрать себе удобный участок. На выбранном участке я прихожу в день голосования и голосую как обычный гражданин с паспортом, и больше никаких формальностей не нужно. Конечно, это звучит, в общем-то, просто, но огромное количество организационной технической работы. Уже сейчас, 31 января, начали работу 60 пунктов приема таких заявлений при территориальной комиссии. Работают 55 филиалов МФЦ. Мы пошли дальше, и такие заявления принимают еще более 300 таких, так называемых, выездных окон, которые работают практически в каждом сельском поселении. То есть уже сейчас, 31 января, более 450 точек, где можно подать такое заявление. А мне интересно, а многие люди уже отреагировали на ее, получили возможность? У нас реакция, да, отреагировали. Реакция нас это очень радует. Даже неделя всего прошла, как работают пункты приема заявлений, и уже 3626 человек воспользовались таким правом, подали заявление. Для сравнения, на выборах ЗСК на этот период было всего 268. То есть 13 раз больше, и думаю, что это все набирает эту популярность. Наша задача сделать так, чтобы было максимально удобно и комфортно голосовать. Голосование на основании заявления, включения в список избирателей, да, по местонахождению, как раз та возможность, о которой говорят люди. Ну, вы рассказали, да, что впервые опробовали на предыдущих выборах осенью у нас в крае. Расскажите, у регионов, у всех такая возможность есть, да, или мы опять впереди планеты все, и опять для нас та нау-хау? Я рассказал про регионов положение, потому что 20 субъектов осенью эту процедуру опробовали. Всего на выборах депутатов ЗСК около порядка 32 тысяч наших граждан воспользовались такой возможностью. Но нюанс был в том, что голосовать могли только жители Краснодарского края. Сейчас этой возможностью могут пользоваться не только наши жители, но и гости Кубани. Поэтому двери наши широко открыты для любых избирателей. Кстати, в аэропортах Кубани уже начали показывать ролики. Конечно, они все для путешественников. Вот если предварительно можно сказать, в период предвыборной кампании, в период выбора в марте у нас в крае будет много туристов? Мы понимаем, что как туристический субъект, как здравница нашей страны, что мы несем ответственность не только за избирательные права наших граждан, но и за те, кто находится у нас на территории. И действительно, мы совершенно недавно встречались с компанией, которая обслуживает аэропорты. А это тысяча людей, проходимость в день и около 10 миллионов в год. И договорились о дополнительном информировании. Раз вы обратили внимание на ролики, значит, наши договоренности работают. И наша задача в общую копилку внести вклад для голосования тех, кто жил в Краснодарском крае и не мог проголосовать, потому что нет регистрации. Либо находился на месте отдыха, либо по служебной командировке. По нашим подсчетам, они очень скромны, их, к сожалению, официальной статистики нет. Вот те, кто находятся на территории края и не имеют регистрации, ну, не менее 200 тысяч человек. Поэтому задача наша – это обеспечить их. И вот один из направлений, мы понимаем привлекательность горнолыжных курортов. По имеющейся данным, порядка 300 тысяч прошло только за новогодние праздники. Вот чтобы эти категории были охвачены, мы специальный пункт приема заявлений открыли на ЖД вокзале «Роза Хутор». Каждый транзитный пассажир или отдыхающий может подать и там заявление, проголосовать. Как у нас, так и в любом другом уголке Российской Федерации. Так что можно смело ехать на отдых в Краснодарский край, можно будет и проголосовать. Следующий вопрос у меня, как у журналиста, наша задача – это рожать выборы. Вот что-то в законодательстве для журналистов, для средств массовой информации, меняется или нет? Изменилось оно несколько лет назад и продолжает сохраняться. Вот для того, чтобы присутствовать на избирательном участке, для того, чтобы освещать непосредственно сам процесс, требуется сейчас аккредитация. Но это не должно никого пугать. Журналисты Кубани эту процедуру проходили уже в предыдущих избирательных циклах. Можно дистанционно подать нам на электронную почту заявку, приложить несколько документов. И мы выдадим практически незамедлительно, в кратчайшие сроки, это аккредитационное удостоверение. Повторюсь, оно необходимо только на избирательном участке. Для того, чтобы освещать деятельность избирательной комиссии, нашу работу, никаких аккредитационных удостоверений не нужно. Приходите на наше заседание, мы всегда приглашаем и ждем средства массовой информации. Работа по организации к предстоящим выборам понятна. Вот все-таки наша задача как средства массовой информации какая? Здесь отношение средств массовой информации избиркома. Я выразил цитату одноизвестную исторического деятеля, не буду ее называть, так как идеология, которую он представлял, конкурирует и на этих выборах. Он говорил, что газета или СМИ, это не только коллективный агитатор и пропагандист, но и коллективный организатор. Вот наши отношения абсолютно точно отражены, именно через средства массовой информации мы доводим информацию о месте голосования, времени, порядке. Последняя очень важная функция, постоянные изменения, о которых мы сегодня в том числе говорим, тоже мы без журналистских комментариев и репортажей не сможем правильно и доступно объяснить. Поэтому, пользуясь случаем, хотел всем журналистам Кубани еще раз сказать огромную славу благодарности и за размещение наших роликов, и за то, что информация постоянно размещается о порядке голосования. Это действительно серьезная помощь. Мы можем говорить о всех прорывных технологиях, применять компьютеризацию, но если не будет главного. Поэтому, если избиратель не узнает о своих правах и не придет на избирательный участок, то грош цена всей нашей работе, нашей, в первую очередь, избирательной системы. Ну и есть такая возможность, давайте тогда поговорим о ноу-хау, о QR-кодировании. Вот я знаю, что вы принесли как пример, да? Вот покажите, пожалуйста, нашим зрителям. Да, много интерес вызывает. Вот, наверное, так происходит. Лучше показать традиционный протокол, который многие годы заполнялся на избирательном участке. Это рукописный протокол, который отражает итоги голосования. Мало того, что он рукописный по сути, но и вычисления всей проверки тоже умственные, либо с использованием калькулятора. Я не могу не напомнить... А расскажите, как это будет считываться? То есть это... Не могу не напомнить, что это проходит ночью, и ошибки никогда не исключены. А еще иметь в виду, что надо десяток таких рукописных еще сделать копии для всем присутствующим. Вы понимаете, как это все... Вот протокол, который выглядит сейчас с так называемым QR-кодом. Вот он находится здесь. Он не только красивый сам по себе, но это абсолютно автоматизированный процесс. Он заполняется с помощью специального программного устройства, где базовые данные уже введены. Он не позволяет ошибиться, и он просто не распечатается, если где-то закрадется ошибка. То есть это серьезная помощь нашим членам комиссии. Мы его оценили также в сентябре. Вот здесь, в этом квадратике, зашита вся информация для того, чтобы ввести в систему ГАЗ-выбор, и чтобы вся страна узнала, какой результат на участке, достаточно просто его отсканировать. И последнее. Что нужно знать каждому избирателю, если коротко? Сайт Центральной избирательной комиссии специально открыто. И давно работает сервис. Найди свой избирательный участок, по адресу местожительства, выдаст сразу информацию. Для удобства там появилась картография. Можно по карте определить, где удобно голосовать. Можно обратиться на информационный справочный центр, который работает, ЦИК России. Телефоны тоже есть на всех ресурсах. И понимать, что участок находится абсолютно недалеко. Времени будет затрачено абсолютно немного. Но следующие выборы главы государства через 6 лет, и 6 лет сожалеть, что не принял участие, это, наверное, главное, что нужно знать избирателю. У нас с собой нужно иметь просто паспорт, хорошее настроение, и прийти на избирательные участки, где мы ждем всех. И думаю, что будет неправильно, если, находясь на самом популярном краевом телевидении, я не обращусь к избирателю, не попрошу их все-таки прийти на избирательные участки, привести с собой своих родных, семью, проголосовать, используя для этого все возможности, которые избирательная система готовит для вас в эту избирательную кампанию. Спасибо вам большое за это интервью. Я напомню, президентские выборы состоят с 18 марта. Россия не смогут проголосовать как на территории России, так и за рубежом, на территории ГИП-представительств. Сегодня о предстоящих выборах мы говорили с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко. Вот таким было сегодня мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»